видишь красную точку следи за ней это твои деньги красная точка поднимется вверх значит у тебя стало больше денег а если она опустится вниз значит твои деньги уменьшились следи за красной точкой итак здравствуйте друзья здесь демитков юрий мы все получаем деньги мы живем в россии поэтому получаем деньги в рублях и тратим их тоже в рублях как правило поэтому мы часть денег тоже храним рублях по крайней мере часть и поэтому давайте посмотрим что происходит с нашими деньгами когда мы их просто положили в рублях предположим это там 75 тысяч рублей мы их положили и что происходит дальше а дальше смотрите мы читаем новости доллар вырос нефть выросла что происходит с нашими деньгами ничего с ними не происходит доллар упал нефть упала что происходит с нашими деньгами ничего не происходит санкции шманкции ничего не происходит с нашими деньгами как было 100 тысяч рублей или там 75 так и осталось но по прошествии какого-то времени мы замечаем что на эти деньги естественно можно купить намного меньше товаров то есть есть инфляция она их съедает поэтому хотелось бы чтобы эти деньги росли но естественно нам хотелось бы чтобы они росли теперь давайте добавим следующее добавим доллар и смотрите сейчас доллар например стоит 75 рублей за доллар и мы эти наши 75 тысяч вложили в доллар и получилось ровно 1000 долларов проходит какое-то время доллар стоит ну предположим 78 рублей за доллар что с нашими деньгами они выросли было 75 тыс стало 78 тыс то есть мы сейчас в любой момент можем продать эти деньги и у нас будет 78 тысяч рублей поэтому уже приятно то есть мы начинаем смотреть за курсом доллара и он влияет непосредственно на те деньги которые у нас отложены но а если доллар не вырос а например упал до 73 рублей то у нас было 75 тысяч осталось 72 тысячи у нас уже как-то меняется все ну как мы знаем что доллар практически никогда не падает он только растет да это мы все знаем прекрасно вот поэтому все люди предпочитают класть деньги в долларах но как только они положат эти деньги в доллары то они замечают что доллар оказывается не только растет но и падает это так происходит частенько ну а теперь смотрите еще один момент насколько выросли наши деньги ровно настолько насколько вырос доллар это очевидно не так ли доллар вырос на один процент наша сумма выросла на один процент не так предположим что это не доллар а вообще любой какой-то актив неважно какой там bitcoin акции какие-то насколько выросли наши наш актив настолько же выросла нас а наша сумма а а сейчас я вам покажу небольшой трюк который покажет что наши деньги могут вырасти в двенадцать раз больше чем вырос доллар хотите тогда поставьте пожалуйста лайк я жду поставили и смотрите давайте мы купим на наше семьдесят пять тысяч не доллар а что фьючерс на доллар мы точно знаем что доллар вырастет вот буквально завтра или послезавтра и давайте мы купим фьючерс на доллар что такое фьючерс давайте посмотрим сколько фьючерсов мы сможем купить на этот доллар заходим на сайт московской бирже вы видите вот спецификация си 621 текущее состояние доллара цена последнего клиринга семьдесят пять восемьсот один фьючерс это одна тысяча долларов сколько же фьючерсов мы сможем купить на свои семьдесят пять тысяч опускаемся чуть ниже и там стоит графа гарантийное обеспечение на покупку на на первом уровне лимита концентрации г.о. в рублях шесть тысяч сто пятьдесят шесть рублей девяносто четыре копейки гарантийное обеспечение что это значит это значит что для того чтобы купить один фьючерс на тысячу долларов мы должны иметь на счете шесть тысяч сто пятьдесят ну грубо говоря семь рублей я делю семьдесят пять тысяч на сто пятьдесят шесть на шесть тысяч пятьдесят шесть девяносто четыре получаю 12 целых восемнадцать сотых то есть я могу купить на свои семьдесят пять тысяч рублей двенадцать двенадцать фьючерсов каждый из которых по тысячу долларов то есть двенадцать тысяч долларов и если доллар растет на 2 или 3 рубля то фьючерс растет тоже на 2 или 3 рубля ну смысл на 2 или 3 тысячи рублей понимаете и мы получаем прибыль от 12 тысяч долларов вы скажете здесь какой-то трюк нет ничего удивительного на самом деле это действительно так поэтому все люди которые приходят на биржу которые вот столько-только начинают торговать они если им не нужны доллары вот чисто вот физически живые то они предпочитают все покупать именно фьючерс на доллар причем когда они понимают что вот доллару прямо сейчас вырастет потому что фьючерс это дело такое его нельзя купить надолго это во первых то есть это первый минус потому что фьючерс имеет срок экспирации то есть если этот фьючерс 621 то он не экспирируется в июне месяце это первое ограничение ну и второе второе неприятный момент как я уже упоминал доллар имеет свойство не только расти к рублю но и падать а вот если он упадет то мы потеряем с 12 тысяч долларов это надо учитывать и поэтому надо как-то страховаться ну а как страховаться я рассказываю периодически и что же надо сделать для того чтобы начать покупать вот эти фьючерсы надо начать покупать доллары на бирже ну надо открыть брокерский счет прежде всего как это сделать вон там вы видите ссылочку бирже для чайника плюс опционы это мой сайт там нажимаете на кнопочку как открыть брокерский счет и первая кнопочка для открытия брокер если кто-то не хочет в открытии брокер пожалуйста bks брокер вы можете также в описании к моему видео найти ссылочку на альфа инвестиции и на тиньков инвестиции пожалуйста вы открываете брокерский счет в каком-то брокере но если вы купите курс биржа для чайников там подробнейшее объяснение еще и как подстраховаться и что когда покупать когда не покупать то есть вот эти вот всякие вещи стоп лимиты как ограничить свои убытки обо всем этом я рассказываю ну а сейчас на сегодня все и оставайтесь на моем канале будем смотреть за красной точкой дальше потому что есть еще очень удивительные истории во первых с фьючерсами а во вторых с опционами а сейчас я хочу попросить вас на об одном напишите пожалуйста понравился ли вам вот такой формат и что вы думаете по этому поводу на сегодня все спасибо за внимание с вами был демитков юрий до встречи